Зарубежные блогеры запустили новый тренд, но он набирает обороты не только в США. Похудение с помощью препаратов от сахарного диабета практиковали и раньше, но не говорили открыто. На сегодняшний день множество людей по всему миру экспериментируют со своим здоровьем, что приводит к плачевным последствиям. В терапии сахарного диабета второго типа данные препараты назначаются только после того, как не происходит улучшения у пациента после диета терапии. Только в этом случае, начиная с небольших доз, под кристальным наблюдением врача данные препараты назначаются. Естественно, здоровым людям ни в коем случае их принимать не нужно. Данные препараты на самом деле могут помочь избавиться от лишних килограммов. В их составе есть вещества, которые помогают в поджелудочной железе вырабатывать нужное количество инсулина при высоком уровне сахара в крови. Благодаря этому в мозг поступает сигнал, что человек сыт. Однако на фоне их приема люди могут столкнуться с головокружением, утомляемостью и другими побочными эффектами. Также от таблеток снижается уровень витамина БЛ, БЛ-2 и витамина Д. Из-за этого люди начинают обращаться к специалистам, а после проведенной терапии у них возвращается прежний вес. Практически все сахароснижающие препараты, которые используются для лечения сахарного диабета, они, соответственно, приводят к снижению сахара крови. Если пациент без сахарного диабета данные препараты будут использовать, то у него может возникнуть такое состояние, как гипогликемия. Могут возникнуть такие симптомы, как головокружение, тремор, вплоть до потери сознания. Высокий спрос на препараты от диабета, которые используют как жиросжигающий, привел к тому, что первые начали дрожать, либо вообще исчезли из продаж. Из-за того, что желающие похудеть начали скупать лекарства не по назначению, у людей, действительно страдающих данным заболеванием, нет возможности найти его в аптеках. Если пациент с избытком веса или с ожирением хочет снизить вес, то здесь нужен комплексный подход. Первое – это диета-терапия, то есть изменение своего рациона питания, подбор продуктов и некалорийный. Второй момент – это достаточное количество физической активности. Это физические нагрузки, опять-таки, учитывая возраст, пол и наличие сопутствующих заболеваний. Поэтому люди, у которых есть проблемы со здоровьем, должны обращаться к специалисту, а не заниматься самолечением. Дарья Степанова, Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.